Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Доброе утро. Доброе утро абсолютно все те, кто нас слышит. В том числе и Роман Веселков, который сейчас два года не был со мной в эфире, и вдруг так потерялся, потерялся и смотрит на меня квадратными глазами. Рома, уже скажите чего-нибудь. А, пробуй. Доброе утро. Здрасте. Спасибо уже. А, было хорошо. Ну что ж, мы начинаем «Дневной разворот». Хотя, в принципе, я тоже как-то начинаю путаться в словах, потому что обычно это говорил Володя Сметанин, а Володя Сметанин ушел от нас пока жениться. Две недели он будет жениться, потом вернется. Надеюсь, за это время Роман привыкнет. То есть Роман Веселков, Елена Овчинникова. В студии «Дневной разворот» мы начинаем. Всем доброго утра дня. Я не знаю, как у вас распределилось время. Может, кто-то еще и спит. Ну что ж, сегодня тем у нас будет очень много. Готовьтесь, потому что все будет интересно абсолютно. Все, что мы будем делать, будет очень интересно. Но начнем мы с того, что присутствующая сейчас к нам в студии Светлана Замко, главный редактор нашей радиостанции, она расскажет обо всем том, что происходит у нас и будет происходить, что ожидается, что будет хорошего, а что будет очень хорошее у вас впереди, у наших радиослушателей. У нас происходит ремонт, как вы слышите. Я не знаю, может быть, нам теперь через прямой эфир обращаться к строителям, чтобы они выключили свою технику, которая вибрирует и просто бьет по ушам сейчас. Я говорю в прямом эфире, обращаюсь еще к ответственным лицам. Александр Кочетов, сходи, пожалуйста, к строителям и попроси их выключить свой инструмент. Ты сможешь, Сань. По-моему, он уже услышал. Мы предали всех, мы назвали всех. Итак, Светлана, чего будет? У нас такая организационная пятиминутка сейчас. Я хочу сказать еще раз, потому что у нас перестановок много будет в связи с тем, что и Володя женится, и Игорь Рысев. Очередной концерт, рок-концерт будет давать по городам и весям России и близлежащих республик на этой неделе. То есть мужики в бега. Да. Но пока это. В творчестве. Пока это. Они в творчестве. Пускай бегаем. Они в творчестве. Роман Веселков составит компанию. Уж свадьба, это такое творчество прямо. А дальше сколько будет творчества, Лена? Ой, не знаю. Нет, по-моему, все, что нужно, он уже натворил. Ну, мы слышали. Да. Ну, что если это значит? Мы поздравляем его с этим. Итак, понедельник, пятница. Елене Овчинниковой составит компанию «Роман Веселков». Я надеюсь, Рома, ты сегодня включишься в эфир. Вот, по крайней мере, мы на это рассчитываем. На этот раз я назову другую букву алфавита. Да ладно. Хорошее начало. Хорошее. Дальше, в среду, поскольку Владимир Сметанин также является в эфире моим партнером, со мной будет в студии Павел Чарушин, который уже на прошлой неделе, все, кто включал видеотрансляцию на нашем сайте эхакирова.ру, увидел этого большого, рыжего, интересного парня. Он будет со мной в паре на этой неделе. А на следующей неделе Павла Чарушина будет и того больше. Он будет заменять и Володю Сметанина в среду, и во вторник-четверг Игоря Рысева, Лену Овчинникову. Видимо, мы оставим в одиночестве, Лен, потому что Роман уедет. А мне, между прочим, не впервой. Меня Роман уже одна же бросал. И я несколько месяцев дневной разворот вела одна, беседуя со стеной. Было. Ну, по желанию, да, мы сможем доброситься. В Москве за другой стеной, скорчившись, переживал я. Правда, звонил тогда, да, и говорил, как там. Мне до этого было не легче. Так, ну давайте все-таки вернемся к темам. Одну секунду, я еще не все сказала, да. Потому что вы тут меня сопровождаете, поэтому пятиминутка грозит превратиться в десятиминутку. Значит, смотрите, сегодня напоминаю, что будет особое мнение Азиза Агаева, директора компании Business Inform в 13.06. Он, Таня Тихомирова, он будет. На сайте хакирова.ру уже есть анонс. Пишите туда свои вопросы. В среду предполагается в качестве гостя особого мнения Тахир Мамедов анонс будет выложен на сайте. Тоже пишите ему вопросы. Далее я хотела бы сказать, что по-прежнему хороший отзыв получаем мы на запустившийся новый проект «Спорт с Медведевой». Вторая программа вышла на прошлой неделе, посвящена она была хоккею. И вот я хотела бы пройтись по вопросам, потому что формат программы Светлана Лиславовна пока не подразумевает того, что она отвечает на них. Но вот смотрите, здесь было несколько заявок еще раз по плаванию и касались эти заявки еще людей с ограниченными возможностями и в привязке к новому бассейну. Значит, эту тему нам придется взять неделю через день раньше, потому что по бассейну мы уже говорили. А в ближайшие две недели тоже по вашим заявкам, которые вы оставляете на сайте, мы будем говорить о конном спорте в Кирове, как он развивается. И, судя по всему, еще художественная гимнастика будет. Но это на следующей неделе, потому что на этой неделе вы будете слушать про футбольный клуб «Динамо». Назвали эту программу Светлана Владиславовна со своим продюсером «Динамо» и весь этот футбол. Про «Динамо» или футбол. Я так понимаю, что там будет что-то очень серьезное. Ну, «Динамо» в квадрате, да. А по бассейну, кстати, могу сказать. Бассейн уже заливает водой и уже заносит мебель. Поэтому как бы очень скоро. Это я вам говорю со всей ответственностью. Меня уже предупредили. Света обещала в эфире, что бассейн... Первый бассейн нырну я. Ну так, в среду «Динамо» это в 2 часа дня. И повторяется, напоминаю, программа «Медведева» еще в субботу в 10. У меня все. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну что же, отлично. По крайней мере, мы знаем про анонсировано все самое интересное и самое лучшее, возможно, и неожиданное. Ну что же, теперь мы заявляем темы сегодняшнего дня. Сейчас мы приступим к анализу судебного процесса. Возможно, следствие, итогов и так далее по Алексею Навальному. Собственно говоря, анализ будет производить Валерий Алексеевич Рылов. Это известный для наших радиослушателей адвокат, который, собственно говоря, так агрессивно выражался по этому поводу, что мы не могли не представить ему эфирное время. Нет, серьезное рассуждение. Но человек, у которого совесть, который относится к жизни, сострадательный, с пониманием, вот он ругался. Я открыла карты, да, Валерий Алексеевич? Здрасте. Немножко, да, здравствуйте. Здрасте. Мы напоминаем наши телефоны. Звоните нам, пожалуйста, 708-502. И мне бы было еще желательно вспомнить... Номер для СМС 8909-720-101-0. Вот, вот это уже выше моих сил. Поэтому 708-502 звоните, мы будем вам рады. Ваша история, ваше мнение, тем более, что сейчас, собственно говоря, по Алексею Навальному мы будем рассуждать. Я прекрасно знаю, что в нашем городе есть те люди, которые категорически против Алексея Навального и считают, что с приговором все хорошо и все правильно, и так должно быть. Ну, хотя большинство, большинство народа считает, что как-то тут не очень получилось. Ну что ж, Валера, Валерий Алексеевич, вам слово, давайте. Ну, у меня только одно слово. Все, что произошло, это ужасно. Так, мы снимаем наушники и идем из эфира, потому что все закончилось, что ли? Многословней, пожалуйста. Ужасно это понятно. Дело в том, что все, что произошло, безотносительно к Алексею Навальному, конечно, вот каким образом, в какой форме произошла эта операция, посадка Навального, она глубоко возмущает меня лично. Почему? Дело в том, что самые простые вещи. Судья в ходе процесса отказался вызвать и допросить свидетелей, заявленных стороной защиты. Понимаете? Ну ведь это же невозможно. Ну как, почему? Ну, выслушай. Потому что. Если он считает, что они не нужны, что они не... Это я сейчас говорю за субботу. Скорее всего так, да. Если он считает, что они не нужны, что они ничего не внесут в процесс, ну, выслушай и уже потом определись. Ведь неизвестно, что люди скажут. Вы знаете, меня, конечно, очень сильно все смущает, когда, помните, месяца, наверное, три назад я впервые сказала, что очень такими потайными путями, но до меня дошла информация, что уже принято решение по Навальному, три с половиной года. Я говорила об этом неоднократно в эфире и даже предложила как бы со мной поспорить, но я бы проиграла. Но я думаю, что никто бы и не выиграл, потому что пять-то уж никто не ожидал. Ну, почему? Я говорил пять. Видите, ваш прогноз состоялся. Надо было ставки ставить, извините. Нет, у меня был не прогноз. У меня как бы вот потайный формат. Ну, если ОПЛИУ-4, то, соответственно, организаторам надо давать больше. Пять. Вот. Понимаешь, когда уже была возможность сказать, что я знаю, да, я не предполагала, не имея юридических знаний, не обладая столь большим опытом, как имеешь ты, я говорил то, что сказали мне. Это работа журналиста, да, вот, добывать информацию. И уж коли я посмела это произнести, значит, все остальное тоже определено и решено. И вот меня это смущает. Ведь суд прекрасно знал, да, что все это на виду, все это на слуху. И даже если уже, когда уголовное дело Навального возбудили по второму разу, я напомню, ведь оно было прикрыто, да, прикрыто в Кирове, потому что за отсутствием событий или состава преступления. Вот. И пусть так. И ты знаешь, что тебе уже известен приговор, и многим известен этот приговор. Но зачем делать так, чтобы... Это что, подчеркивание такое, ребят? Да, все уже... Все уже решено. Зачем все это? Я считаю, что... Нет, допроси всех. Но тогда опять встает вопрос. А человек придет, расскажет и четко заявит, что этого не было. А это, ну, это десятки раз в суде прозвучало, да, что он не крал, что он ничего не подписывал, что он ни с кем не договаривался. Вот, понимаете? Нет, 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 нет. А если придут люди, да, вот эти вот... И еще расскажут, и десять раз скажут, да, и все будут говорить, что не было этого, да. Я уже говорила, вот фразу, которую произнесли представители правоохранительных органов, кулуарно произнесли. Они сказали, Лена, знаешь, там не то, что судить не за что, там к следователю нет оснований вызывать. Я людям этим поверила, хотя, в принципе, очень часто бывает, что я выступаю против сотрудников полиции. Здесь я этой фразе поверила. Ну, пришли люди, все сказали, не было. И как ты будешь выглядеть, судья, когда ты выносишь обвинительный приговор? Кроме этого, он ведь отказал... Вот это вот... Лена, не забудь, он отказал ведь проведение экспертизы, заявленной защитой Нарвального. Экспертизы две, насколько я помню. Почему их не провести? Реальные экспертизы, оценить стоимость товара. Ну, чушь такого-то. Ну, назначение экспертизы, машина закручивается обратно, проведение экспертизы. Ты сам понимаешь, что все это связано с ситуацией, когда вот на носу выборы мэра Москвы. Понимаешь, и тут человек без приговора, без ничего, выходит на финишный этап. Как говорят, в Москве сегодня у него второе место после Собянина по голосам. Вот. То есть было, по-моему, объективно. Она, назначение экспертизы, да, она еще сколько пойдет. А тебе не кажется, что этот приговор только добавил ему голосов? А можно я по этому поводу сейчас цитату с сайта одного прочитаю? Сайт закрытый или прозориум.ру, я там часто бываю, вот тут пишут. Вот вам красивая теория. Весь этот спектакль с освобождением придуман заранее. Суждают на пять лет, отпускают, чтобы Навальный поучаствовал в выборах. Напишут ему пять процентов, все, окончательно сажают на пять лет. В новостях по Первому каналу объявляют. Украл лес, никто его не поддерживает. Пять процентов. А теперь к новостям из села Перекукуевка. Вот такой сценарий еще видно. Вы знаете, наверное, вы редко читаете пресс, а может быть, не знаю. Я писала о том, что по версии, к которой я присоединяюсь, Навальный, простите меня те, кто за него, Навальный – это проект Кремля. Вот то, о чем ты начал говорить, добавила голосов. Разве так в России раскручивают, разве так в России относятся к людям, которые осуждены, будем говорить, на законных основаниях. Вот смотрите, вдруг все центральные СМИ в течение трех дней Навальный не сходил. Ни газеты, ни журналы, ни телевидения, ни радио не замолкали ни на секунду. Навальный, Навальный, Навальный. Самая популярная персона. Мисс Мира. Вернее, фу, мистер, простите. Мистер, в клеточку. Вот, мистер Мир. Да, говорящий, хорошо говорящий человек. То есть я говорю о том, что я уже достаточно давно написала, что Навальный – это, возможно, проект Кремля. Выходит человек с хорошими позициями, теперь его знают все. В России у нас страдальцев любят. Вы помните, как Сергей Евгеньевич Лузианин стал депутатом Городской думы за то, что руководители бандформирований, значит, и типа вор в законе. Страдал там он? Нет. Он, значит, Лузианин через центральный рынок приобретал и оплачивал сотовые телефоны. Да, вот для представителей бандформирований каких-то там, да. За это он долго находился в СИЗО, его арестовывали. Он объявлял голодовку. У него за время следствия умер отец. И на гребне страдальца, у которого умер папа, а Сергей Евгеньевич всегда говорил об этом со слезами на глазах, Сергей Евгеньевич взял, и мы его пожалели и проголосовали. А тут, смотрите, вот идея какая, да, что за три дня человек, собственно говоря, ну, не особенно кому-то известный, я имею в виду не политиков, экономистов и так далее, а широкий круг. Это то, что называется, вот, ну, избиратели. Это чистый маркетинг. Есть понятие целевой аудитории. Вот. И он как шагнул в народ. И он как шагнул страдальцам в народ. А еще, посмотрите, хорошо говорящий. Изящный, приятный внешности человек. С заграничным образованием. Да. Это недавно обсуждали буквально. Вот. Нет. И посмотрите, да. И он взял, и все, с распростертыми объятиями. Поедая блины. Как бы символизм такой в поедании судьи блинова, да. Вот. Вот это короткая речь, когда он сказал, там, блин, да, я офигел. Ну, потому что, ну, вроде, впервые, не, ну, я согласен, что вы меня отпустили, но впервые в жизни я согласен с мнением прокуратуры. Понимаете, вот это вот все, все, что понимается народом, да, все, что одобряется народом. Понимаете, в течение трех дней человек на гребне вот этой волны, его раскрутили моментально. И если говорят, что он в Москве был второй, то теперь в противовес Собянину он едва ли, наверное, будет не первый, если бы сейчас выборы. Ну, каждый из нас понимает, что выборы — это не просто наши голоса, а за нас уже давно тоже все решили. Ну, это мое сугубое мнение, поэтому вот так вот. Вот ты сказал правильно. Я просто вот обособила это в такую. Проект Кремля. Возможно. Лена, дело-то в том, я не хочу говорить пока о Навальном конкретном. Я хочу говорить об условиях, которые способствовали вот этому приговору. Когда мы бились за Марину Нагину, мы тогда уже говорили о том, что наша... Давай напомним, Марина Нагина — это водитель троллейбуса. Я думаю, что все помнят, кто... Я думаю, что давай, все-таки надо напомнить. Алиса Суворова, 13-летняя девочка, в Новый год переходила через дорогу, и, собственно говоря, ребенок погиб. Уже есть масса, огромное количество доказательств того, что троллейбус не был причиной смерти ребенка. И опять не о троллейбусе я, и не о Марине Нагиной. Я напоминаю, кто такой Марина Нагина. Я говорю о том, что в судебном департаменте не все ладно, не все в порядке, не все правильно. И сейчас в этом убедились все. Если тогда над нами, в общем-то, многие нас не понимали, сейчас убедились все о том, что суд у нас, это, в общем-то, не суд. Суд у нас отстранен от решения самого главного вопроса. Я имею в виду, конечно, уголовный процесс, так как я работаю в основном в уголовном процессе. Суд отстранен от решения самого главного, самого насущного вопроса, который, в общем-то, должен решать суд. От вопроса виновности. Доказательства. Да, нет, виновности. Виновен, невиновен. Вот это должен определить суд. Извините, вот эти дяденьки, которые раздувают щеки и считают, что они решают судьбы людей, они отстранены от этого вопроса решения, виновности или невиновности. От них ничего не зависит. Они спикеры, да. Вопрос, виновен, невиновен. Нет, вы знаете, пытливый ум, пытливый ум людей, которые были против Навального и которые говорили о том, что эти люди не могут, они заточены на то, чтобы украсть, хапнуть и так далее. Они специально, я знаю многих людей, которые специально выслушивали от и до. Бросали работу, сидели, слушали. Что происходит? Обвинения, доказательства, они все говорят, не услышали ни единого доказательства. Поверьте, это люди очень сильные, твердо стоящие на ногах, имеющие очень большой развитой бизнес, которые... Поверьте, Лена, я тоже не один год работаю в судебном процессе и тоже действительно не видел ничего. Это не юристы, это не юристы, вы юрист, вам проще. Те люди задались целью. Допустим, вот они, если не любят Навального, то к нему равнодушны. Вот, но они задались целью. Они посмотрели, сказали, ничего не услышали, ни единого доказательства, ни секунды. Это было для них самих очень важно. Вы юрист, с вами понятно. То есть вы умеете слушать этот сложный язык, вы его понимаете. Вот я, допустим, когда впервые читаю какую-то судебную бумажку, ну все, я прочитала и все. Поэтому я перечитываю два-три раза. Очень сложные формулировки идут. Ну, для вас, вот что вы видели? Ну, я видел то, что судья Блинов точно решает, виновен Навальный, либо невиновен. Я абсолютно видел, что он не дает ему защищаться в полной мере, как мог бы защититься, защита, вернее, Навального могла сработать отказ в проведении экспертиз. Вполне обоснованных экспертиз, отказ в вызове свидетелей. Ведь только 27 июня, кстати, 27 июня, запомните дату, Верховный суд вынес постановление о разъяснении судам, как принимать, как работать с конвенцией о защите прав, о защите прав и свобод, основных свобод человека. А это как-то разительно меняет положение? Как раз там о свидетелях сказано. Как раз о свидетелях, о вызовах свидетелей, о возможности дать защите. Такие же возможности, как для прокурора. Почему прокурор может доставить суд и допросить свидетелей? Почему защите в этом отказано? Ну, давайте скажем, что прокуратура представляет гособвинение. Это две противоположные стороны. Это две одинаковые стороны. У нас состязательность в процессе защиты и обвинения, они абсолютно равны права. Нас слушают не только юристы, поэтому я поясняю. А, ну понятно. Дело-то в том, что ведь вот статья 6 о декларации прав, конвенции, вернее, о защите прав и свобод человека, статья 6, часть 3, пункт 2, по-моему, там буквально прямо сказано, что сторона защиты и мед. Такие же права вызови в допросе свидетелей, как сторона обвинения. А вот, извините, Валерий, я сейчас прочитаю еще одну цитату. Мне просто интересно, что вы по этому поводу думаете. Пишет, не знаю, кто тут без подписи. Судью Блинова все поливают сейчас грязью. Продажный, дескать, товарищ. Но давайте посмотрим с другой стороны. Представим себе, что если ему поставили задачу дать условный срок, какие варианты у него в этом случае есть? Первый. Оправдать. Но он знает, что толку от этого не будет. Прокуратура обжалует и через некоторое время все равно дадут условно. Второй вариант. Дать условно, как надо. То есть вынести заказной неправосудный приговор. Третий вариант. Дать реальный срок и тем самым вывести ситуацию из-под контроля тех, кто давал установку. Показать всем абсурдную ситуацию, в которой самой прокуратуре пришлось срочно подавать на себя же, считай, апелляцию. А еще важно помнить, что вел процесс судья с максимальными нарушениями. Вот это я тоже хочу, чтобы вы прокомментировали. Со всеми, какими можно, нельзя. Может, это тоже не случайно. Может, он специально не старался сделать процесс хоть сколько-нибудь легитимным. При условном сроке не было бы той реакции людей, не вышло бы их столько на улицы, не было бы той волны пожертвования на счета распила, не было бы стряски общества очередного сплочения оппозиционного движения. Сдается мне, что мы были свидетелями незамеченного никем подвига судей Блинова, направившего горящий бомбардировщик российской судебной системы на колонну вражеской бронетехники. Если подумать, никто не сделал столько для поддержки Навального, сколько сделал Блинов. С одной стороны, да, это абсолютно. Но с другой стороны, вы знаете, хроника пикирующего бомбардировщика заканчивается печально. Там все умерли. А судья Блинов, я так полагаю, он не просто жив. Я полагаю, что очень скоро это будет либо судья, который работает в областном суде, либо он возглавит какое-нибудь районное подразделение. Должны же быть награды. Ну, я говорю, он не просто, он не скончался, он жив и получит. Почему? Вакансии есть и в Верховном суде, пожалуйста. Вы полагаете, что это... Никаких проблем для него, по-моему, не составит. Через два года он будет членом Верховного суда. Вы полагаете, что заказ поступил оттуда? Я думаю, что все-таки не там с ним разговаривали. Если разговаривали, да. Заказ. Дело в том, что все видят наличие третьей силы. Так ведь? Наличие третьей силы, которая не участвует в процессе, но прямо на нее влияет. Ну, так будем говорить? Ну, грубо говоря, кукловод. Иначе бы господин Блинов был бы намного активнее. Понимаете, на мой взгляд, судья — это человек, который все-таки главный в суде. И это видно. Когда смотришь какие-то другие процессы, в каких-то других странах судья там уверенный в себе человек, которым стучит молотком, кричит на всех, говорит, не мешайте мне, посадители. Давайте другие страны не будем привлечь. Я говорю, там своя показуха. Но когда я видел господина Блиновой, как он себя вел, было очень жалко человека, потому что это был не человек, который чувствует себя главным на этом празднике жизни, извините за сравнение. И поэтому, когда вы говорите о третьей силе, ну, о другой формулировке пока нет. Мы же не знаем, кто именно. Фамилии, имена, даты, адреса, явки, пароль. Ну, не знаем, но догадываемся. Вы имеете в виду, вы не произведёте слово, кто заказал, кто сказал, что будет так. Я, ей-богу, не знаю. И, если что, сейчас притворюсь спящим. Понимаете? Если вы что-то скажете, я скажу, что я спал. Вот эти две минуты я спал, случайно заснул. Поэтому я ничего не знаю. Итак, Валера, пока Роман спит, я думаю, мы дадим ей даже схрапнуть, потому что у нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. Мы скоро вернёмся. И к этому времени Рому растрясём. Мы не прощаемся. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Роман Веселков, Филина, ученик в студии. Валерий Рылов, адвокат. И мы выслушаем его мнение, его суждение. Наверное, первое, то, что я сказала, ошибочно, да, по судебному процессу Навального. Насколько я понимаю, Валерий сегодня вообще даёт оценку суду. То есть есть много оснований, есть много уже виденных и слышанных для того, чтобы говорить о системе правосудия, правильно? Да, конечно. Но на примере Навального. Итак, Валера. Я думаю, что дело Навального — это как раз такое вот общепонятное дело, да, всем ясно всё, как произошло. Дело в том, страшно, чем страшна ситуация, в том, что на месте Навального может оказаться абсолютно любой из нас человек. Вот в такой вот отвратительной форме может быть осуждён абсолютно любой человек. Навального судят за убеждение всё-таки. Мы вернулись... Я не уверена про убеждение, хотя, в принципе, не буду спорить. Мы вернулись к общеизвестной фразе, когда было произнесено то, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. И вот это уже всё, вот это уже девиз, который как бы сложился именно в процессе Навального. Я правильно поняла? Ну да. Ты сказала, что любой из нас может там оказаться. Абсолютно, абсолютно любой. Если можно, я расскажу по технологии, что ли, как это может быть, как может быть это осуществлено. Дело в том, насколько вы помните, ты, Лена, сказала о том, что дело Навального было прекращено. Оно было прекращено, да. В то время некто Опылев был свидетелем, если вы помните. Он был свидетелем, да, как свидетелем он абсолютно без... Никакая фигура, он никому не мог своими сельскими показаниями помочь реально. И поэтому решено было из свидетеля сделать его обвиняемым. То есть присовокупить его к так называемой группе Навального, сделать его соучастником. И после этого дело пошло. Конечно. Опылев в качестве свидетеля держать было бессмысленно. Вот именно вот это. Я о технологии говорю. Дело Навального — это просто пример. Он стал соучастником. Этот дяденька дал показания, естественно, Навального. Ему пообещали условный срок, что он будет находиться дома. За это он мог дать все, что угодно, любые показания. Абсолютно любые. Валерий Алексеевич, давайте мы будем говорить, обязательно напомним, что это субъективное рассуждение. Ну, хорошо. Да, да. Вы рассуждаете, вы предполагаете это рассуждение. Я повторю еще раз. Это уже состоялось. Приговор был проведен, вернее, судебно заседание было проведено в особом порядке. Что такое особый порядок, вы, наверное, уже знаете. Это когда доказательства в отношении, допустим, Ополева, они не исследовались совершенно судом. Не исследовались судом. То есть, что там есть, какие экспертизы, какие, что там говорили-светили. Ополев признал свою вину, что он в группе с Навальным пытался похитить лес. И был осужден на 4 года. Понимаете, вот этот приговор, хотя Верховный, конечно, суд высказался о том, что это не является приюдицией, но фактически это все-таки приюдицией. Судья на него сослался, естественно, в приговоре своем. Не мог не сослаться. И вот этот приговор послужил основой для обвинения Навального. Вот и получилось так, что, ну как вам, вот грубо, давайте приведем пример такой. Я попробую привести пример. Лена, к примеру, вот в Оричах поймали бомжа, идет с кирпичом. Куда идешь? Я иду поставить на рельсы теракт, так ли? Покушение, как минимум. Кто тебя послал? Рылов и Овчинникова. Не-не-не-не-не. Ну, к примеру. Не, я пацифист. Не, ну почему? В зоне тоже есть радио. Там программа есть вести с волей. Ну, к примеру, вот так вот. Смотри сразу, как Роман уснул опять. Не дай бог. Оживленный заснул прям. Его осудили за приготовление к теракту, да. По этому приговору, естественно, он говорит о том, что ему помогали какие-то люди. Любому человеку завтра придут и скажут, вот, извини, друг, давай собирайся. На тебя сослались. Это технология. То есть все готово к тому, чтобы, в принципе... Я еще вижу, так идет бомб с кирпичом. Ему говорят, куда? Забирают его. И говорят, вот быстро произнесите слова. Тебя заставили и называют нужные фамилии. Как вариант? Все готово к тому, что созданы все условия в нашем государстве для того, чтобы любого человека за его убеждение, за его экономическую деятельность можно было посадить в тюрьму. Это я говорю вам совершенно вот по делу Навального. Это очень напоминает мне те самые годы, когда вы эту аналогию уже не проводили. Это напоминает вообще абсолютно все годы, Роман. Вообще напоминает абсолютно все годы, Роман. Всегда так было. Всегда, помните, был шикарный анекдот, когда Брежневу говорят о том, что вот у вас нет демократии, в США есть демократия. Я могу подойти к Белому дому и сказать, Картер дурак. Брежнев говорит, в чем проблема? Я тоже могу подойти и сказать, Картер дурак. То есть ничего нового. Мы просто перетекли из одного состояния в другую. И ранешнее наше аморфное состояние по всем этим судебным процессам, мы-то раньше вообще бы головы бы не подняли. Да мы просто об этом бы и не узнали, ребят. Да его, наверное, не судили вы просто. А сейчас, извините, есть немножко другое. То есть мы уже смело заявляем, и поэтому с нами играет правительство, мы играем с правительством. Но я могу сказать, кто останется, наверняка могу сказать, кто останется в проигрыше. Валер, скажи, пожалуйста, вариант. Как можно с этим бороться, если можно? Ну, в принципе, мы вот сейчас, сидя здесь, с этим боремся. Это можно бороться, высказывая свое мнение все-таки. Это не 70-е годы. Это уже можно, человек может спокойно высказать свое мнение все-таки. Пока еще, пока нет отмашки. Пока нет команды ФАС на какие-то там массовые репрессии, допустим. Просто пока нет команды, хотя все готово. В общем-то, законодательная база, как я вам сказал. Судебная система бьет копытом, сами видите ее, да, этих Орлов. И осталась только команда, команда ФАС. Но чтобы не прозвучала эта команда, надо все-таки, конечно, бороться. Бороться в крайнем... Вот сейчас, в нашем случае, за Алексея Навального, за Марину Нагину. Бороться вот в каждом конкретном процессе, в каждом конкретном действии. И давать власти понять, что не было какое-то. Не знаю, Валера, вы, видимо, не перегорели, я перегорела. Я понимаю, что... Нет, я бороться буду, я бороться не брошу. Но я понимаю, каков будет результат, поэтому я ей сказала, я знаю, кто проиграет. И уж коли ты упомянула Марину Нагину, будь добр, скажи, пожалуйста, что у этой бедной женщины, которая осуждена, находится... У нее что, УДО, освобождение уже скоро. Ну, подошел срок УДО, вот уже подходит очередного УДО. Сколько ее раз уже не выпустили? Не выпустили дважды. А первый раз, да, она там что-то, по-моему, не пела, да? Ну да, первый раз не пела, второй раз у нее было нарушение написано. Ей за два дня до судебного процесса. Ну, в третий раз посмотрим, наверное, опять что-нибудь придумают. Но... С танцами, наверное, проблем был. Не знаю, мы, конечно, не рассчитываем, что нас отпустят, но... Почему? Так ведь просят только одного. С самого первого дня, когда она была задержана, и до сегодняшнего дня у Марины просят только одного. Признай вину. Ну... А она категорически говорит, нет. Конечно, конечно. Я была неправа. Я когда неправа, когда сказал, что бедная женщина, я сказала мужественная женщина. Конечно, конечно. Так вот именно благодаря таким ломается судебная система. Вот сейчас я поняла, что наши все выходы, заходы, демонстрации, поедание блинов, радость, что небо не в клеточку. Вы знаете, это слова. А вот эта вот, да, женщина, она сделала ровно столько же, сколько судья блинов для того, чтобы прославить Алексея Навального. Она ломает судебную систему. Посмотрите, да, несмотря на то, что в заключении, она говорит, нет, и все, буду бороться. Не убивала, и буду бороться. И с ней постоянно требуют признания. Даже сейчас. Уже все прошло. Уже два года прошло с лишним после ДТП. Ну, насколько я знаю, к ней до сих пор сотрудники ездят. Приезжают люди и просят признай вину. Потому что все знают, что она выйдет, и борьба только за нее, только обострится, только усилится. Потому что все равно будем бороться до конца. Тем более, что... Я очень, знаешь, чего я очень боюсь? По ситуации. Я в таких ситуациях бывала. Сердечный приступ со смертельным исходом. Драка по ножовщине, кровавая, там и так далее. Продление. Зачем последовать продление срока? Ты понимаешь, сейчас мы о чем говорим? Что с ногиной, поскольку никаких худо у нее не было, может случиться все, что угодно. В таком состоянии даму, которая собирается бороться дальше, женщин, которая собирается бороться дальше, система не должна выпустить на свободу. Я считаю, что я сейчас сделаю очень правильно. Знаете почему? Потому что вот меня главный редактор Вятского наблюдателя всегда учил, очень страшно знать и молчать. Если ты знаешь, то я обязательно должен сказать. Вот у меня сейчас в голову пришла мысль, и если Марина Нагина вдруг у нее обнаружит, мало ли, наркотики, еще чего-то, значит, вот такое мы и предполагали. Или драка, или еще что-то. Марина знает об этом. Я думаю, что все-таки она будет внимательна. Она знает об этом. У нас есть слушатели, вот очень просятся в эфир. Давайте дадим слово. Давайте дадим слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда Николаевна. Надежда Николаевна. Я очень хочу высказать свое мнение. Не по поводу судей Блинова. С Навальным все понятно. Я бы хотела сказать про Зайцева, который является непосредственным начальником как раз вот этого Блинова. Дело в том, что в одном из интервью он совершенно отчетливо сказал, что пройдет время, Навального никто не вспомнит, и Ходорковского не вспомнит. Вот я хотела бы сказать только одно. Но вспомнят их, и Зайцева вспомнят, и Блинова, и Марину Ногину мы не забудем, не простим никогда. Поэтому все это никуда не денется. Все это обязательно будет. Это запишется и в скрижалях, запишется, и везде запишется, и в нашей памяти, соответственно, останется. Ну, я помню, да, что, собственно говоря, вот Киров уже вошел в анналы, да, благодаря вот этому сюжету, вот этому событию, вот этому приговору. И последний вопрос. Мы уже все, буквально 30 секунд, Валера, я знаю, возбуждено очередное уголовное дело по Игнатяну. Тот самый Игнатян, по вине которого погибли сколько человек у октября? Ой, простите, не по вине. Подозревается, что по его вине погибло там 5 человек, да? Трое. Три человека погибло у октября. Сейчас в отношении него возбуждено новое уголовное дело. О чем? Дело по побоям, 116-я часть первая. Только оно возбуждено уже, в общем-то, давно. Оно уже 10 месяцев как возбуждено. Оно движется, тлеет, кое-как. Оно идет к какому-то завершению, не знаю, к какому. 10 месяцев расследуют обычные побои. То есть был жестоко, я вам напомню, был жестоко избит мужчина, просто выходящий из ресторана. У него пропали деньги, все. А это значит мелкое хулиганство. Да какое хулиганство? Даже хулиганства нет. Обычные побои. То есть группа молодых людей выходила руками, ногами, всем, чем могла, мужчину. У него украли деньги. То есть парни пошалили. И сейчас 10 месяцев это тихонько расследуют. Да, очень тихонько. Потрясающе, потрясающе. Валер, спасибо большое. Мы напоминаем, что у нас был в студии адвокат Валерий Рылов. Мы говорили о многом судье над Алексеем Навальным, о приговоре и вообще о судебной системе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!